МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выйдет 75 лет. Начинаем наказание и решение сроком на 8 лет. В Нижнекамске осудили пенсионера, совершившего убийство. Косметиков кредит. К сожалению, юридических оснований и оснований для расслуживания нас нет. О чем еще рассказал санитарный врач Нижнекамска? Весенний призыв закончился. Хотелось бы, конечно, что-нибудь поэлитнее, ВДВ, спецназ. Куда же попадут наши призывники? Хватит ли нам урожая картофеля? Выращивать мы умеем. Хорошо умеем, хороший вырожай. Хранить у нас негде. Что еще обсудили фермеры республики? Политически грамотно, физически развиты. Каждый мужчина должен это сделать. В ракетных войсках прошла присяга. Продолжаем вспоминать. Это родное гнездо. Это как родной дом. Где ты родился, где ты вырос. Новые подробности с большого юбилея. Новое поколение в Испании. Что привезли из Барселоны юные танцоры. В прямом эфире Нижнекамские новости. В студии для вас работаю я, Суюматова. Здравствуйте. Сегодня в суде вынесли приговор сторожу гаражного кооператива, который совершил убийство. Инцидент произошел этой зимой. Сначала охранник приютил подвыпившего незнакомца, а потом до смерти его забил. Что стало причиной такой агрессии? Какой срок получил 67-летний пенсионер? Айгулеблонская продолжит тему. Непредумышленное убийство произошло вот в этом гаражном кооперативе. В феврале месяцем 63-летний Нижнекамец, изрядно выпив у торгового центра Ювена, встретил соседа по гаражу. Друг отвел его в охранную будку и попросил сторожа оставить на ночлег. Тот согласился. Однако ночью что-то произошло, и охранник начал избивать ночного гостя. Около трех часов ночи сторож стал будить мужчину, пытался выпроводить его домой, но тот его ослушался. И это стало причиной избиения. И после этого он ему нанес многочисленные удары по различным частям тела. Удары оказались смертельными. От полученных травм пенсионер скончался в больнице, а охранника гаража арестовали сотрудники полиции. Вину свою сторож признал полностью за совершенный поступок. А если говорить точнее, за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшая смерть, его накажут по закону. Вместе с подсудимым приговор суда ждет его жена. Она одна пришла его поддержать. Суд приговорил признать передонного Виктора Ивановича виновным совершением преступления пресс-мону частью 1 статья 105 уголовного года с Российской Федерации и назначенному наказанию в виде решения свободы сроком на 8 лет без ограничения свободы с отбыванием беспроектия и налогистрового режима. После приговора виновного из зала суда вновь увели за решетку и вряд ли сторона защиты будет подавать апелляцию, поскольку вина доказана, а подсудимый с обвинением согласился. Несмотря на довольно-таки пожилой возраст подсудимого, 67 лет, вердикт судьи неутешителен. 8 лет колонии строгого режима. Получается, что на свободу пенсионер выйдет лишь в 75. Айгулли Блонская, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Именно прогулка едва не закончилась трагедией. Нижнекамку и трех ее детей лишь чудом не накрыл кусок рекламного щита. Его оторвало сильными порывами ветра и отбросило в сторону пешеходной дорожки. В итоге часть конструкции приземлилась в считанных метрах от ничего не подозревающей семьи. К счастью, никто не пострадал, однако, по словам многодетной матери, впредь мимо этого рекламного щита не будут проходить с особым вниманием. Тем временем, в республике на два ближайших дня объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, усиление северо-западного ветра и похолодание. Завтра обещают всего 14 градусов. Будьте осторожны. Комары, грузуны и косметика эти темы сегодня обсудили в мэрии. Санитарный врач Нижнекамска Рустем Зятулин собрал журналистов, чтобы рассказать о том, на что чаще всего жалуются нижнекамцы. Аделья Сиразова подробнее. Когда-нибудь косметику в кредит брали? Нет. 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 Ни разу. Ни разу. А многие берут и даже не задумываются о последствиях. Десятки нижнекамцев приобрели косметику в кредит в различных организациях, а после со слезами на глазах и большими долгами побежали в Роспотребнадзор за помощью, потому как платить, как оказалось, нечем. Но здесь даже Роспотребнадзор бессилен. За последние полтора года специалисты получили 32 обращения с просьбой помочь расторгнуть кредитные договоры. Историю Гульнары Маддиновой мы рассказывали в ноябре. Она оформила косметику в кредит на 70 тысяч рублей, но через некоторое время поняла, что платить не в силах, однако было уже поздно. На данный момент я уже три месяца должна банку за содержание того, что они мне выделили 75 тысяч. Ну, это круглая сумма, я называю так. И у меня на сегодняшний день уже 8 тысяч за должность по возврату этих процентов. Обращение в Роспотребнадзор не гарантирует решение проблемы. Главный санитарный врач отмечает, прежде чем подписывать документы, нужно хорошо подумать. К сожалению, юридических оснований и оснований для расторжения у нас нет. Тем более, что парфюмерная продукция такая не подлежит возврату. Это по закону, это по правилам указанных в основании правительства Российской Федерации 055. И здесь мы не можем помочь. Этим летом комаров обсуждают как никогда. Насекомые в начале июня в буквальном смысле одолевали нижникамцев. Нижникамцы твердили, территорию города не обрабатывают. Рустем Азиатуллин отметил, в этом году силами нижникамских санитаров было продезинфицировано порядка 310 гектаров площади. Однако борются лишь с малярийными насекомыми, которые представляют опасность. От обычных же комаров территорию никогда не обрабатывали. Да, безусловно, они кусают, но эти выкусы безвредны. И с этими комарами можно бороться обычным бытовым средствами. Это припилетами, мази, полончики различные. От насекомых к грызунам число переносчиков геморрагической лихорадки растет. Как отмечают в Роспотребнадзоре, каждая третья особь является переносчиком заболевания. Избавиться от грызунов очень трудно, поэтому специалисты советуют следовать элементарным правилам профилактики. Чаще мыть руки, убираться в перчатках и масках и не есть продукты, вызывающие сомнения. Аделья Сиразова, Марсель Джураев, новости НТР. Хватит ли нам картофеля в этом году? Ответ на этот вопрос искали фермеры со всей республики. На территории крестьянского хозяйства земляки прошел ежегодный сельскохозяйственный форум. Вести с полей в следующем материале. У нас новый препарат в прошлом году появился, Селестол. Владимир Ильич уже применяет, мнение спросим. На первый взгляд это похоже на медицинский консилиум под открытым небом. Но разговор о препаратах и дозировках затеяли фермеры. Да и Владимир Ильич это вовсе не вождь мирового пролетариата, а глава крестьянского хозяйства земляки. Ведущие фермеры со всей республики собрались обсудить проблемные вопросы выращивания самого ходового овоща среди россиян картофеля. Главным врагом хорошего урожая единогласно признали июньскую жару. Аномальная погода июньского месяца, все-таки то, что мы ожидали, запланировали около 30 сетей, скажем, ну, во всем случае, работу свою настраивали, наше хозяйство, наши фермеры, оно корректировку сделал. Естественно, вот села неделя, десяток дней, где стояло 35, 36, 37. Борются с жарой по-разному. В крестьянском хозяйстве земляки делают ставку на современную систему орошения, а также органические удобрения и спецпрепараты. Никаких секретов нет, все биодобавки фиксируются и заносятся в паспорта. Но некоторые фермеры, видимо, до сих пор доверяют только собственному обонянию. Но не засуха единой. Процветанию сельского хозяйства мешает еще и отсутствие оборудованных хранилищ. Выращивать мы умеем, хорошо умеем, хорошо выражать. Хранить у нас негде. Это не только нас касается. По Татарстану, скажем, вот тоже картофель, например, по всем Татарстану может быть 3-4 хранилища, есть всего хороших. А по моркови вообще ни одной нету. Понимаете? По моркови, почему морковь? Потому что она самая трудно охраняемая культура, там минусовая. То есть, вот если организовать какие-то базы или хранилища как бы на кооперативное, то это было большое подспорье. Именно по этой причине в конце весны на прилавках магазинов и нет местного картофеля. Как бы то ни было, фермеры спешат успокоить. Что бы ни случилось в этом году, овощей должно хватить всем. Александр Акишин, Ренат Харасов, Новости НТР. Из города ушел последний автобус с новобранцами. Весенняя призывная кампания завершилась. На последней отправке побывал мой коллега Александр Комаров. Каждые проводы в армию проходят шумно, ведь друзья не будут увидеть своего товарища весь ближайший год. Тихо стоят только родственники, в глазах которых видна горечь расставания. И гордость. У меня все сыновья, вот последние сына, сейчас служат. Остальные все служили. Трое сыновья, все же. Один в Дольном Востоке, второй в Подмосковье служил, а вот управляет третья. Кем будут служить эти призывники, еще никто не знает, за исключением нескольких книжникамцев, которые будут водителями, так как прошли обучение в ДОСААФ. Остальные же только могут высказать свои пожелания о роде будущих войск. Хотелось бы, конечно, там, ну, что-нибудь поэлитнее, там, ВДВ, спецназ, ну, как получится, конечно, но хотелось бы дать ВДВ, спецназ, чтобы парашют попрыгать и так далее. Хотелось бы, хотелось бы, ну, честно сказать, какие направят. Вот, а так, в принципе, предпочтений такого не было. Это я сам для себя иду. Всего же во время заключительной отправки в армию ушли 24 человека, а за весь весенний призыв в вооруженные силы вступили 260 нижникамских ребят. Хотелось бы сказать, что этот призыв прошел плавно. Вот, большое спасибо. И слава и благодарность хотелось бы выразить управление внутренних дел за взаимодействие в работе, управление здравоохранения и всем остальным структурам, которые нам помогали. После посадки в автобус нижникамцев отвезут на сборный пункт в Казань, после которого они разъедутся по центральной части России по своим войсковым частям. А вот те, кто отправился служить одними из первых, еще в апреле приняли присягу. Наши журналисты побывали на ней, но, как оказалось, попасть в часть не так-то просто. Войска, где служат наши земляки, секретные. Репортаж из Саратовской области Аделии Сатаровой. Они волнуются, ждут, готовятся. Начищенный до блеска берцы, подшитая форма. Все по уставу, все по команде. Командир узборного батальона, привезти личный состав молодого пополнения к военной присяге. Эти ребята служат в лучшей дивизии среди ракетных войск стратегического назначения. Буквально через несколько минут начнется одно из главных событий в жизни каждого мужчины – присяга. Мы можем следовать в институте Российской Федерации. Мы можем выполнять требования воинских уставов. Родители в военный городок пускают, но только по предварительному соглашению. Чтобы попасть на присягу, многие ехали сюда около 14 часов. Но долгая дорога стоила того. Очень волновалась. Мы сразу хватали горлость. Родителям сказали спасибо, что вырастили там, подкормили, надели, отправили в армию. Каждый мужчина должен это сделать. Он обязан защищать родину, родных, близких. Ну вот, в принципе, вот это и чувство было. Ребята несут службу на стартовых пусковых площадках, которые считаются секретными. Дает силы нашим воинам в сегодняшней, ну, нелегкой, скажем так, обстановке, когда им приходится служить. Это прежде всего и военно-политическая обстановка на этом сказывается. И та интенсивность боевой учебы, подготовки, которая у них будет за этот год. Если раньше военнослужащие проходили один год службы, то сейчас это все надо научить солдата за год, за один год. Нижниканск шефствует на Таманской дивизии уже давно. За это время сложились добрые дружественные отношения. В этот раз нижниканскую делегацию возглавил военком Фарид Менгариев и советник главы Григорий Китанов. Шефствуешь, конечно, радостью, когда приедешь с концертом, с подарками. Тебя же ждут. Дети, даже не солдаты, не всегда остаются детьми. Целый год здоровый образ жизни. И целый год ребята учатся жить самостоятельно, без опеки житейской родители, папы, мамы. Учатся строить отношения. И учатся строить отношения и вести себя. Они, как мы каждый раз говорим, не тогда, когда мне хочется, я делаю то, что мне хочется. А здесь приходится больше делать то, что надо. А уже после официальной части для солдат была подготовлена праздничная программа. Выступлениями порадовали театр танцев «Второе дыхание» и нижнекамские певцы. В ближайшее время численность нижнекамцев в этой военной части увеличится. В предстоящие призывы сюда отправятся еще несколько будущих военнослужащих. После присяги небольшого увольнительного солдаты вновь приступят к своему обязанностям. А уже завтра они отправятся в полки, где продолжат свою службу. И, как уверяют многие, 11 месяцев здесь пролетят незаметно. Аделья Сатаров, Ренат Харасов, Новости НТР. Работа над ошибками. Спустя полгода управляющая компания отремонтировала разбитый пандус в доме «Химиков-106». Зимой жилищники совместно с водоканалом проверяли состояние труб. Для этого пришлось разобрать пандус. Стоит отметить, что долгожданный ремонт сотрудники управляющей компании затеяли после того, как мы рассказали об этой проблеме в рубрике «Народный эксперт». Коммунальщики не только восстановили пандус, но и установили во дворе дома детский игровой комплекс. Они покорили испанцев своим выступлением. Вокально-хореографический коллектив «Новое поколение» выступил на Всемирном танцевальном фестивале в Барселоне. Репортаж нашего корреспондента. Мотив татарской песни и яркие народные костюмы с первого взгляда поразили испанцев. Коллектив «Новое поколение» впервые на сцене Барселоны. На Всемирный танцевальный фестиваль они привезли четыре самых лучших номера. За танец «Наш край родной» им присудили второе место. Когда мы танцевали «Народный танец», они все «Ова-Ова» кричали на испанском. То есть им очень нравится, когда корни свои показываешь, когда бережешь корни, потому что у них фламенко. Эти все вещи. Дети проходили мастер-класс по фламенко. Им преподавал чемпион мира по фламенко. Он попал в книгу рекордов Геннесса как самые быстрые ноги. И это классное ощущение, когда танец заканчивается. Мы передавали боль, эмоции. Мы полностью выложились. И вот конец танца, и просто где-то секунд десять в зале тишина стоит. И потом один из жюри начинает гивать, так вот хлопать. Наверное, это дорогого стоит. Танец под названием «Жди меня» был единственным выступлением на военную тематику. Наши ребята посвятили ее 70-летию победы. Члены жюри оценили и задумку, и само исполнение номера. Обогнав японцев, французов и англичан, нижнекамцы заняли еще одно, второе место. Новое поколение Нижнекамс – Россия! Всего на фестивале участвовало 26 команд. Россию, кроме нижнекамцев, представляли танцоры из Москвы и Владивостока. Ребята из нового поколения до сих пор под впечатлением. Перед выступлением было очень страшно. Когда видишь такие очень сильные коллективы и стараешься быть не хуже их. Ну, и такое приятное ощущение, когда ты все танцы станцевал хорошо и смотришь другие выступления. Как они волнуются, как они боятся. В Испании ребята пробыли 9 дней. И за это время, как говорят, увидели много интересного. Запомнилось мне в Испании то, что это очень красивая и богатая страна с интересной культурой и историей. Больше всего запомнилось, как мы обливали другие коллективы водой. Ну, как дружеское приветствие. Отправиться на выступление новому поколению помогли нижнекамцы. Благодаря их помощи собрали необходимую сумму денег. Нам помогали волонтеры. Это лидерская программа, 38-я фишка. Они собирали нам средства. Понимая, что сейчас евро прыгнуло, ну, поднялось в цене. И поэтому потянуть такую поездку мы бы сами не смогли. Поэтому огромная благодарность. Нас поддерживал Кусейн Рустам Анаверович. Он вообще во всех наших начинаниях нас поддерживает. Понимая, что этот проект социальный нужен городу. В следующем году фестиваль пройдет в Италии. Ребятам очень хочется туда поехать. Но уже исключительно за первым местом. Айгулия Блонская, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Ну, а мы возвращаемся к теме юбилеев трех СМИ. Нижнекамская правда. Туганьяк и НТР отметили свои круглые даты. 50, 25 и 20 лет со дня основания. Пришло время сказать спасибо всем, кто помог нам организовать большой праздник. Под названием «Большому кораблю. Большое плавание». Самые яркие моменты этого действия – самые почетные гости в нашем обзорном материале. Здравствуйте. На красной дорожке представители всех СМИ Нижнекамска. Ветераны печатных изданий и телевидения. Почетные гости из разных уголков страны. Руководители города. Несмотря на присутствие официальных лиц, обстановка неформальная. Сфотографироваться на фоне баннеров компании мимов не отказались даже первые лица города. Большой зал «Банкет-холл» вместил порядка 250 человек. Все расселись. Можно начинать. Первый аккорд – песочная анимация от Алины Хайрулиной. Мастер за 10 минут сотворила маленькое чудо. В зале сразу потеплело. На экране плывут корабли. Символ трех юбилеев. Мелькают архивные кадры. Как 50 лет назад создавалась «Нижнекамская правда». 25 лет назад «Туган-Як» и «НТР». Самый молодой юбиляр. Альбина Валеева. Каждый выход ведущих с поздравлением зал поддерживает аплодисментами и звоном бокалов. Единение всех СМИ налицо. Сегодня здесь нет конкурентов, а только партнеры и друзья. Шоу-балет «Орхидея» из Елабуги. Брейк-данс команды «16-й регион». Дуэт о мировых. ЗА встречает на ура. Но самые громкие аплодисменты достаются тем, кого поздравляют и кто поздравляет. Пусть завтра будет интереснее, чем вчера. Удачи вам, ребята. Радость их очень видеть. И огромное спасибо всем тем, кто организовал для нас этот замечательный праздник. На сцену поднимается мэр Нижнекамск. У него самая почетная миссия – вручить награды. Но перед этим Айдар Мечин скажет неожиданные для нас и очень теплые и трогательные слова. Когда у Истоков были, еще раз, Нижнекамск, правда, «Тубан-Як». И сейчас уже в несколько иных формах представляют наши уже молодые НТРовцы. Это, конечно, в совокупности обогащает возможности, усиливает возможности людей, наших нижнекамцев, получать не только оперативную и необходимую информацию, но и содержательную, и поучительную. Вообще нужно отдать должное мэру и его команде. Таким интересным и красивым это мероприятие стало в том числе благодаря им. Серьезная организационная часть легла на плечи администрации. И, кстати, организовать большой праздник по случаю юбилея в трех СМИ была идея главы. И теперь мы можем сказать, что она себя полностью оправдала. Огромное спасибо нашим иногородным коллегам, казанцам, челницам, жанским. Потому что они действительно любят и уважают нас. Поэтому они к нам приехали. Пойдем очень вам спасибо за то, что приехали. Игорь Раисович, вам огромное спасибо за ваше отношение к нам. Это наш праздник, это общий праздник, друзья. Я желаю всем творческих успехов, новых открытий. И, конечно же, чтобы мы продолжали ковать такие замечательные кадры, о которых мы не только в республике, но и за нее приделали. А еще мы смогли собрать на праздники СМИ бывших сотрудников НТР. Многие приехали из других городов, чтобы вспомнить, как все начиналось, и поздравить друг друга. Я вылетаю из НТР как из родного гнезда. Вот на самом деле для меня это родное гнездо. Это как родной дом, где ты родился, где ты вырос. Но потом, как и в общем-то в жизни, любой человек из родного гнезда, когда никогда все-таки вылетает, вот так и случилось здесь. Но, тем не менее, всегда, где бы я ни была, НТР всегда для меня останется родным домом, где мои друзья, где до сих пор работают мои коллеги, куда я приезжаю регулярно и с кем я до сих пор встречаюсь. Очень рада бывать здесь и видеть своих, ну, можно сказать, уже близких людей. Я считаю, НТР мне дало абсолютно все вообще. Тот опыт, те знания, именно благодаря НТР я являюсь тем, кем я есть сейчас. К слову, после отъезда наши коллеги сделали еще одно доброе дело. Рассказали о юбилее НТР всей республики. Большому кораблю большое плавание. Под таким девизом Нижнекамская телерадиокомпания отметила свой 20-летний юбилей. Все эти годы их телевизионные и радиопрограммы смотрят, слушают, обсуждают, награждают на многочисленных конкурсах. Это вызывает белую зависть у коллег, которые приехали поздравить один из самых дружных и профессиональных коллективов с праздником. НТР говорит спасибо всем, кто пришел на наш юбилей, и всем, кто помог его организовать и нашел столько добрых слов в наш адрес. А мы, закрывая эту 20-летнюю страницу нашей истории, обещаем и дальше быть всегда вместе со зрителем, слушателем и читателем. И не устаем повторять. Мы работаем для вас. Небольшое объявление. Начиная с сегодняшнего дня, в дневное время, вещание нашего телеканала НТР-ТВЦ будет отсутствовать в аналоговых сетях. В кабельных и цифровых сетях мы остаемся. Изменения связаны с профилактическими работами. Завершатся они 9 июля. Далее информация коммерческого характера. Сразу после нее спортивный обзор от Вадима Струминского и новости на татарском языке. Ну а с вами мы увидимся завтра в 10 часов утра. Я напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 077-41-1313. Пишите нам на сайт ntrtv.ru. Оставайтесь с нами на канале НТР. Нижнекамский хлебокомбинат не перестает радовать своих покупателей новинками и сегодня представляет вкусные и доступные лакомства. Любителям классики жанра советуем попробовать пирожное нежное. Оно сделано из бисквита, сиропа, нежного крема-суфле с шоколадно-ванильным вкусом. Зарядиться позитивом и наполнить день красками поможет пирожное фруктовое настроение. Вкусы банан-зеленый чай, лимон-манго привнесут в ваш день яркие краски. Пирожное волшебный пень – миниатюрная версия одного из наших новых популярных тортов. Заварные, кексы, кольцо песочное чудесно подойдут для детского чаепития или просто как вкусная сладость к столу. Традиционный татарский хворост в нашем исполнении – это тонкое ароматное тесто, золотистая корочка и много-много сахарной пудры. Медовый чак-чак, украшенный цукатами, разноцветными конфетами, станет прекрасным дополнением к празднику. Наши пирожные готовятся по классическим рецептам с использованием натуральных ингредиентов. Все эти лакомства не только вкусны, они удобны тем, что штучные, красиво смотрятся на блюде и гармонируют с убранством стола. Почувствуйте всю сладость жизни вместе с Нижнекамским хлебокомбинатом. Сегодня в новостях спорта. Вице-чемпион второго дивизиона – не проблема. Футболисты «Нефтехимика» сыграли против «Ижевского «Зенита». Подготовительная работа. Как готовятся к новому сезону Нижнекамские хоккейные клубы? Об этом и не только сразу после рекламы. Субтитры создавал DimaTorzok «Барин» – вкуснейшие блюда, душевная атмосфера, удобная парковка. А на банкет от 50 человек скидка 5000 рублей. Кафе «Барин» – гулять так с размахом. ТЦ «Славный», проспект Строителей 2D, телефон 4265-25. Нижнекамская мясная компания предоставляет услуги по забою и принимает от населения мясо с живым весом. Наши условия самые выгодные, а сотрудничество с нами приятное. Нижнекамская мясная компания, телефон 4060-12. По просьбам нижнекамцев с 10 по 14 июля в Музыкальном колледже лекции по народной медицине проводит профессор-фитотерапевт Хусаин Табиб. Начало в 13 часов, вход свободный. Фирма «Омис» производит чистку и стирку ковров на современном оборудовании. Увезем и привезем ваши ковры бесплатно. Телефон в Нижнекамске 489030. Кредиты пенсионерам со скидкой 10% в ПРО Бизнес Банк. 399-333. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа. Потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила. Мы и наша земля. Мы можем. Мы вместе. Мы вместе. Мы поговорим о том, что такое кредитный кооператив, для чего он нужен и какие выгоды можно получить от участия в нем. Куда выгоднее вкладывать деньги в банк или кредитный потребительский кооператив? Как не перепутать его с финансовой пирамидой? И какие проценты можно получить, став пайщиком? Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете в программе «Тема дня». Смотрите в этот четверг, 9 июля, в 19.30 на канале НТР. Поговорим о главных спортивных событиях нашего города. В студии я, Вадим Струминский. Здравствуйте. Футболисты «Нефтехимика» провели выездной товарищеский матч против «Ижевского «Зенита». Игра носила стратегический характер. Обе команды продолжают экспериментировать с составом, находя оптимальное сочетание игроков на поле в преддверии старта нового чемпионата. Если говорить об игре, то первый тайм для подопечных Сичихина сложился крайне удачно. За 45 минут нижнекамская команда забила два безответных мяча в ворота «Зенита». Отличились Сурков и Секретов. В начале второго игрового отрезка нижнекамцы увеличили отрыв до трех мячей. Но хозяевам поля удалось реализовать штрафной и забить гол престижа. Итог встречи 3-1 в пользу «Нефтехимика». Мы, конечно, приехали сюда не проигрывать, но такого результата, конечно, мы не ожидали. Все-таки идет сбор, ребята тренируются в двух разном режиме. То есть, у нас определенная легкость. Но сегодня довольно-таки легко, с этим треничем. На этом пресезонная подготовка у футболистов «Нефтехимика» не заканчивается. Впереди еще одна товарищеская встреча. В соперниках зачастивший к нам в последнее время Челнинский «КамАЗ». Последние две встречи можно занести в актив «Нефтехимиком». После нулевой ничьей команда из Нижнекамска с минимальным счетом взяла верх над представителями «Автограда». Теперь любители татарстанского футбола ждет очередное противостояние этих двух команд. Состоится оно 8 июля на стадионе «Нефтехимик». Начало матча в 18-м. Французский статистический портал «Хоккей Архив» опубликовал традиционный рейтинг 250 сильнейших европейских клубов по итогам прошедшего сезона. Лучшей хоккейной дружиной Европы по версии французов стал московский ЦСКА. Обладатель Кубка Гагарина СКА занял второе место. Также в первую десятку попали еще три клуба КХЛ. Это Казанский Акбар, Динам Москва и Сибирь. В сотню лучших клубов Европы вошел и Нижнекамский «Нефтехимик». Наша команда по итогу минувшего сезона заняла в рейтинге 67-ю позицию. В следующем сезоне у нижнекамцев есть все шансы подняться выше в этом списке. Будет это зависеть от выступления команды в новом сезоне КХЛ, к которому сейчас дружина Крикунова и готовится. Напомню, что в эти дни игроки «Нефтехимика» находятся в болгарском городе Албена. Там наша команда работает над физической формой, поэтому занятия проходят исключительно на земле. Именно так называют хоккеисты работу в атлетическом зале и протяженные кроссы. Отмечу, что в Болгарии находится 31 игрок, в том числе новички и молодые хоккеисты. Это мои первые сборы со взрослой командой, и очень интересно работать в таком коллективе. Сборы тяжелые, в то же время интересные. Работы предстоит еще много, буду очень стараться. А вот много молодых хоккеистов сейчас находятся на предсезонных сборах реактора. Но оно и неудивительно. Дружина Соколова в обновленном составе вовсю готовится к новому сезону. Позади у нижнекамской команды неделя плодотворной работы. Вчера у игроков был выходной. Отдыхали они в Олимпийском парке, что находится в Адлере. Ребята отлично провели время, немного отвлеклись от тренировочного процесса. Ну и, как подобает современной молодежи, пополнили свои социальные сети множеством новых фотографий. Вернемся к первой команде. Нападающий нефтехимика Александр Никулин продолжит карьеру в Ладе. Об этом сообщил наставник Тольяттинского клуба. Минувший сезон 29-летний нападающий начинал в нефтехимике. Он принял участие в 22 матчах регулярки. Забросил в них одну шайбу и сделал 4 голевые передачи при показателе полезности. Минус 6. Также в активе Никульна 5 матчей за ЦСКА. Форвард уже присоединился к команде из Тольятти. От хоккея перейдем к другим спортивным темам. В лагере Олимпийц состоятся соревнования по легкой атлетике памяти тренера Файка Исхакова, который по традиции проводят в день его рождения. 10 июля в забегах на 100, 300, 600 и 1000 метров примут участие все спортсмены, находящиеся сейчас в лагере. Соревнования проведут в трех возрастных категориях. В начало в 10 часов утра. Вечером, вот уже 18-й год подряд, на 4-х километровый пробег по тропинкам корабельной рощи выйдут друзья, коллеги, родные и близкие Файка Исхакова. На этом у меня все. Далее смотрите новости на татарском языке. А перед этим выпуск прогноза погоды на завтра. Еще увидимся. Погода в Нижнекамске на 7 июля. Ночью плюс 8 градусов. Утром плюс 13 градусов. Малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 15 градусов. Пасмурно. Вечером плюс 11 градусов. Малооблачно. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду. Влажность воздуха 60%. Ветер северо-западный до 6 метров. Ветер северо-западный до 6 метров.